Приветствую вас. Человек описывает, что у него такое ощущение, как будто он умер и реальность какая-то настоящая. Смотрю я на людей, пишет он. Предметы, все это как будто в моей голове придумано, будто все это моя фантазия. Мне все время не хватает воздуха и посещает такие мысли, словно я в гробу и из-за этого так чувствуется. Мне кажется, что жизнь оборвалась, что где-то там мои родные и близкие уже скорбят обо мне. Не могу поверить, что умерла и моя жизнь продолжается. Но до каких пор, почему так? Раз я умерла, то смысл мне что-то делать, все равно это не по-настоящему. У меня только страх и тревога от этого. Я просто успокоюсь себя тем, что я дышу и чувствую что-то вокруг. Значит, живая, но это мало помогает. Отчего такие мысли? Со мной ничего не случалось в последнее время. Все как обычно. Я резко почувствовал эту негватку воздуха и ненастоящую реальность. Что мне делать? Очень невыносимо от этого. Вообще, конечно, самое лучшее, что можете сделать, это обратиться к врачу и просто пройти элементарное медицинское обследование. Чтобы просто убедиться в том, что у вас поздоровье все в порядке. А так вообще, очень похоже на усталость. Похоже на то, что вы сдерживаете некоторую подавленную злость, подавленную агрессию, боль. И, соответственно, вы описываете механизм дереализации. Это когда человек уходит в какой-то вымысленный мир от реальности. Ну, я бы, наверное, вот, я бы так сказал бы, что очень похоже, как будто у вас что-то, вот, прямо, знаете, тяготит, вот. А вы с этим боролись, 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 а вот сила у вас, как бы, ну, закончилась. Сил бороться больше нет, вы ушли, как бы, вы, вот, ушли в дереализацию, потому что больше энергии, как бы, справляться с этим у вас нет смысла. Вот, это так, по крайней мере, выглядят с точки зрения, ну, вот, с точки зрения психологии, да. Другой аспект и другой момент, повторюсь, что тема смерти, тема скорби, это, вот, агрессия, это потребность во внимании, то есть ощущение себя незначительной. Вот, и, соответственно, ну, такое вот подспудное желание заявить о себе, вот, подспудное желание, как-то вот, чтобы на вас, ну, ам, обратили внимание, то есть вам, вот, ну, хочется, чтобы, чтобы на вас обратили внимание, по моим ощущениям, по крайней мере. Вам этого очень хочется, вот, и, собственно говоря, вот, это основные моменты. Да, я верю в то, что с вами ничего не происходило, ну, вот, в последнее время я в это верю, что с вами ничего не происходило. Но, в то же время, как мне кажется, ну, вот, вполне, вполне мог назревать, вот, какой-то конфликт, который вас несколько измотал. Так что, здесь нужен анализ, здесь нужно смотреть, как шипел, но предварительно нужно убедиться в том, что это у вас не физиологическое, а это у вас именно, вот, вот, так скажем, психологическое, больше, потому что, если, то, что с вами происходит, имеет эндогенную, ээээ, ну, природу, да, так скажем, именно эндогенную природу, если это имеют, то, сейчас, ну, вот, психотерапия вам, так, скажем, не очень подходит, потому что вам она, она только будет во вред, к сожалению, да. Вот, поэтому, тут нужно очень аккуратно подходить к этому вопросу. Я бы рекомендовал вам обратиться, обратиться, обратиться все-таки, именно, вот, к врачу для начала, вот. Ну, с другой стороны, если, если к врачу обращаться вы, например, не хотите, вот, то в таком случае я бы рекомендовал вам, конечно, сразу начинать работу с психологом, да, вот, и, соответственно, уже прорабатывать то, что вас, вот, тревожит, то, что вас беспокоит, вот, вот, прорабатывать эти моменты, вот, то есть смотрите на то, что, в принципе, в целом вас не устраивает, смотрите, в принципе, в целом, то, что вас напрягает, вот, смотрите, в принципе, на то, где вы себя сдерживаете, смотрите на то, где вы не позволяете себе быть собой, где вы, ну, там, условно говоря, пытаетесь, пытаетесь, да, как-то, вот, быть несколько, вот, не совсем той, кто вы есть, вот, пытаетесь, там, условно говоря, быть кем-то другим, да, вот, смотрите на эту ситуацию, вот, смотрите на данный аспект, я бы вам, ну, я бы рекомендовал вам, вот, в этом направлении, бы, как-то двигаться, вот, понятно, что есть разные варианты, да, как-бы, понятно, что есть разные аспекты, понятно, что то, чем я сказал, может вам и не подходить, вовсе, но все же, как я думаю, где-то, вот, в каких-то моментах я, вероятно, все же думаю, прав, вот, хотя, конечно, повторюсь, тут, вот, могут быть совсем разные ситуации, вот, тут, к сожалению, ну, вот, несколько, да, не угадаешь, как и, ну, как и что, вот, такой аспект, надеюсь, что вам, вам это будет полезно, вот, надеюсь, что вам это будет интересно, вот, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит начать работу над собой, вот, желаю вам всего самого доброго, удачи, буду, буду надеяться, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом, каким, только это возможно, то есть будем надеяться, что в скором времени все разрешится и все, все будет хорошо у вас, вот, но без помощи специалистов, скорее всего, здесь будет не обойтись, вот, удачи вам!